Для возникновения субъективизма. Насчёт культ личности одной партии, партия наша рулевой, до Горбачёвской перестройки с её лозунгом «Партия, дай порулить!» Было далеко, и знать не знали, и ведать не ведали. Если кто-нибудь мне в 81-м году сказал, что будет в 91-м, я решил, что я разговариваю с сумасшедшим. А что мы тогда хотели? Да не так уж и много мы хотели. Мы хотели одеваться поярче, ходить походкой пружинистой, джаз хотели. Хэма читать. Случай, Хэма никого нет. Я про Чурлёниса знал. Тогда о нём не звук, а я знал. Чурлёнис. И то, что Пикассо человек тоже говорил. Разве мы в неё верили? Помню, в 57-м, в самом конце, выставка Пикассо в Москве. Пикассо в Москве! Народу жмут, напирают. Открытие задерживается. И вдруг выходит Иренбург. У него трубочка тонкая, как мундштук. Он туда сигареты вставлял, пополам ломал и вставлял. Выходит с трубочкой и говорит, мы ждали этой выставки 25 лет. Давайте подождём ещё 25 минут. И мы сразу всё поняли и потерпели ещё. А потом всё это увидели. И кошку с птичьей в зубах, и протеционные свазы, где в профиле оба глаза видны. Жуть! Все обалдели. А теперь в каждой энциклопедии написано «Пикассо-гений! Пикассо-гений! Пикассо!» Ещё! Из Аксёнова. Да, в джазе было дело. Мы просто хотели жить общей жизнью со всем миром. С тем самым свободолюбивым человечеством, в рядах которого ещё недавно сражались наши старшие братья. Всем уже было не в моготу, в вонючей хазе, где смердил труп пахана. И партийцам, и народным артистам, и гебешникам, и знатным шахтёрам. Всем! Кроме нетоперей в тёмных углах. И мы тогда играли! Ах, золотое время, кто нас помнит! Статьи в газетах, филитоны, стиляги, плесень, куплеты с эстрады пели. Шумом полон город главный, делом занят, лютнем славный. Кто на фабрику спешит, кто на лекции бежит. Но в семье не без урода, тот урод стоит у входа. Метрополия на крыльце, с гнусной думой на лице. Он в носках американских, в узких брюках он британских, а на галстуке зиян, рок-н-ролл, забезьян. Не ходите, дети, в школу пейте, дети, Кока-Колу. Кока-Колой пугали. Вовремя было. Двадцать лет. Двадцать лет им понадобилось, чтобы понять, что Кока-Кола это просто лимонад. И ничего больше. Но это мои. Мои двадцать лет. Мои золотые, единственные и неповторимые. И тем не менее, я жду, 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 жду. Каждый вечер на этом месте. Время в ожидании тянется медленно. Жизнь в ожидании проходит быстро. Пятьдесят девятый, шестьдесят девятый, семьдесят девятый. Я часто стоял в очередях. Я смотрел на лица, на которых отражалось одно тупое, бессмысленное стояние. Я физически чувствовал, как из них вытекают мои часы, минуты, секунды. Мне шестьдесят лет. Из них три года я провел в очередях. И иногда жаловался, иногда болел. Мне навызывали. Мне назначали прием на двенадцать часов. Но ни разу, ни разу за мои шестьдесят лет меня не приняли ровно в двенадцать. Кому-то нужно было мое время. Час, минута, две я отдавал. Она ей, если нужно, я отдавал. Мне шестьдесят лет. И в ожидании в приемных ушло три года. Два с половиной года я провел в столовой в ожидании блюд. Год в ожидании расчета. Два года искал такси. Год и три месяца лежал на чемоданах в вестибюле гостиницы. И собачьими глазами смотрел в глаза администраторам. Всем было нужно мое время. Всем. Ну, если нужно, я отдавал. Я отдавал. Мне шестьдесят лет. Из них на ожидании прошло пятнадцать. Двадцать лет я спал. Осталось двадцать пять. Из них семнадцать лет. Моя счастливое детство. И только восемь. Восемь. Я занимался своим делом. Мало. Мало. Я мог бы сделать больше. Мог бы. Но не успел. Но зато я научился ждать. Ждать упорно и терпеливо. Ждать, не теряя надежды. Ждать, прислонившись к стене. Ждать, сидя в стуле и покачиваясь. Ждать, когда оно поговорит по телефону. Ждать и ни о чем не думать. И вот сейчас, когда мне шестьдесят лет, Я думаю, не слишком ли долго я ждал. Ну, прочь, прочь эти мысли. Подождем еще. Автобуса. Когда Жмоневский написал этот монолог, Ему было тридцать пять. Тридцать пять. Делай с ним, делай с ним, делай с ним. Делай с ним. Кругом поют, кругом ликуют. Кругом поют, кругом ликуют. Какие дни, какие годы. А нас опять не публикуют. А мы у моря ждем погоды. А в наши ямбы входит проза. А все прогнозы так туманны. А нам пойти купить бы проса. А мы все ждем небесной манны. И вот певец не доедает, не ест жиры и углеводы. И вот ему надоедает. И он уходит в переводы. И мы уходим в переводы. Идем в Киргизы и в Казахи. Как под песок уходят в воды. Как Дон Жуан идет в монахи. Ой, келья тесная монаха моя. Постылое закрятие. Мон монастырь, тюрьма и плаха. Мое спасение и проклятие. Мое спасение и проклятие. Мое проклятое спасение. Где ежедневное распятье. И редко-редко воскресенье. Себя. Как шейлоку. Кусками. Чужого сада садоводы. А под песком, а под песками. Горят подпочвенные воды. А свечка в келье догорает. А за окошком ночи туманно. И только сердце замирает. Ах, Донна Анна. Донна Анна. Под музыку вивайте, вивайте, вивайте. Под музыку вивайте, под югу за окном. Печальца давайте, давайте, давайте. Печальца давайте. А в этом городе... Мы боролись, нас запрещали. Это благодаря нам, вы теперь. Не слушай, мальчик. Мы спасались. Мы спасались в юморе, мальчик, в юморе. Туда мы ушли с головой. Там и до сих пор, поэтому нас и не видно. И жены, и сын, и жанки, и сын, и жанки на лежанках, и дети на руках. И стало нам так ясно, так ясно, так ясно, Что на дворе ненастно, как на сердце у нас. Что жизнь была напрасна, что жизнь была прекрасна, Что все мы будем счастливы, когда-нибудь Бог даст. Мы не умели пить в зрительном зале и танцевать у сцены. Когда мы держали на плечах наших девчонок, Мы возбуждались, и мы не видели ничего. И они не видели ничего. Хотя нам и видеть было нечего. Это были одни сплошные похороны. Ну, спроси меня, спроси. Задай, любимый партнер журналиста, Что было самое веселое в вашей жизни? Вы услышите ответ. Похороны членов Политбюро. Это было красиво, весело и целый год. В магазинах появлялась незнакомая еда. С утра по всей стране звучала красивая музыка. А какие играли музыканты, мальчик. А мы не знали в честь кого. Но мы подтягивались, торжественно шли трамваи, От меня есть концерты. Но мы гадали, кто брежнев, подгорный, косыгин. И вдруг праздничный торжественный голос диктора. Вчера в 16 часов после праздновидной болезни. Суслов. Тот его давно не было видно. Тот он таблетки на трибуне глотал. Ничто так не сплачивает народ, как похороны руководства. И вот тогда мы научились смеяться сквозь слезы. А плакать надо было обязательно, мальчик. За этим очень следили. Золотое время молодости. Но, слава богу, все прошло. Стихли. Теперь один кто-то вскрикнет. Остальные придержат. Ты глянь в зеркало, это пожилой мужик. Но как приятно на свои фотографии смотреть. И так молодежь нас спрашивает. Как вам удалось? Какими вы были? А что вам удалось? Какими вы были? И кто мы такие вообще? Я не знаю тоже. По-моему, смотреть на нас в любом состоянии, большое удовольствие. Мы сейчас кипим. Раньше по поводу непорядков, теперь по поводу неудобств. Но кипим. Нас так и найдут, друзья, по испарениям. АПЛОДИСМЕНТЫ